700 страниц уникальной информации о современном Китае, не имеющей аналогов в мире. В книге Николая Вавилова «Китайская власть». Ссылка на книгу в описании ролика. И у нас в гостях китаевед-публицист, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл и наши зрители. И сразу прошу подписываться на канал «Спутник», на мой канал, на YouTube-канале и на мой телеграм-канал «Китай Николай Вавилов», канал «Спутник». Все ссылки есть в описании. Ну вот сегодняшний выпуск хотелось бы посвятить одной очень интересной и важной теме, если мы говорим о Тайване. Потому что Тайвань, всем известно, это фабрика микроэлектроники мировой, фабрика чипов. ТСМС – это крупнейший производитель микроэлектроники. И вот на днях произошла интересная встреча, встреча Си и главы ТСМС. То есть председатель КНР встретился с главой тайваньской корпорации, которая производит чипы. И вот возникает в этом контексте вопрос. Вот мнения расходятся. Сможет ли стать вот то, что весь мир зависит от Тайваня и его чипов препятствием для китайской военной операции на Тайване? Да, вопрос. И вообще ситуация очень интересная. Почему? Потому что это не просто глава компании, основатель, это очень уважаемый на Тайване человек. И это один из, скажем так, участников лагеря по независимости Тайваня, которые стремятся к независимости этого государства. И непосредственно сам Морис Джан, руководитель этой компании, основатель, идеолог ее развития. Мы понимаем, что здесь очень интересная ситуация, потому что чипы производятся на Тайване, а их сборка в основном происходит в Китае, в Японии. Уже появляли как сам по себе гаджеты и другие устройства. Корея и окружающие государства. То есть это определенное разделение труда. В нем есть очень много геополитики, как вы понимаете. Потому что Тайвань это такая территория со странным статусом, которая существует благодаря США. И поэтому США там разместили все эти и способствовали размещению этой промышленности. И не дали этой промышленности перекочевать в какую-либо из других стран, которые являются союзниками, либо зависимыми на тот момент государствами от Соединенных Штатов. Ни Японии, ни Кореи полностью вот эти все производства не были переданы. А были переданы вот в этот остров, который имеет странный статус и странное его положение в мире. На самом деле, де-факто, это криптоколония, или в прямом смысле, относительно как криптоколония Соединенных Штатов. Потому что только от воли Соединенных Штатов зависит существование этого режима. И Морис Джан, опять же, еще раз повторюсь, это не просто некий такой стерильный, без политического бэкграунда предприниматель. Это именно человек, который тесно связан с предыдущим. Он был и советником в Демократической прогрессивной партии Тайваня, у президента одного из, значит, и который фактически являлся идеологом тайваньской независимости, Чэнь Шуи Бянь. Это сейчас заключенный, дали пожизненный срок, потом, правда, срок скостили. Тем не менее, его нахождение в АТС, в этой организации, оно свидетельствует о том, что он являлся как бы и послом этой независимости. Потому что Тайвань, как вы знаете, и наши зрители, почти нигде не представлено, ни в каких-то международных организациях. То есть это государство Нонграда, и оно как бы нежелательно, потому что Китай, везде, где появляется Тайвань, требует жестко отказаться от его участия. Вот это вот АТС, это немногочисленная организация, где сидят представители Тайваня, и непосредственно сам Мориджан, это такой символ некой независимости, политики Тайваня и так далее. То есть это не просто, например, если бы он был бы членом партии Гоминьдан, это была бы встреча не так интересна. А эта фигура санкционирована как раз сторонниками независимости. И здесь происходит встреча, причем мы понимаем, что на фоне очень серьезного, скажем так, обострения вначале вокруг Тайваня, мы знаем, что сейчас вокруг эскалация, конечно, беспрецедентная, больше даже, чем в 96-97 годах. Ну, и она происходит, эта встреча после переговоров Байдена и после встречи с Камалой Харрис. И у многих могла бы возникнуть мысль, что, ну вот, Пекин, который вообще вот Цаинвэнь, то есть почему, например, с Цаинвэнь нигде никаких переговоров, ни встречи с Цзиньпином нет, потому что она считается сторонницей независимости. И негласно ранее, да, то есть все контакты были с ней запрещены. А сейчас уже это в уставе Компартии, что противодействовать, значит, силам независимости Тайвань. То есть это уже каждый член партии должен в мере сил вообще отказываться от этих встреч, то есть уже, по сути дела, в правовое поле выводят от отказа от контактов с ДПП. С ней не встретился, да, а встретился с Моррисом Джаном. При этом он сам сказал, что это была его личная инициатива с Цзиньпином пообщаться. Но в ДПП никто ему, сказать, препятствия не чинил. Да, то есть и он вот по личной инициативе пошел к Цзиньпину сам, сторонник независимости. Да, то есть получается, что если вы как бы вы смотрите, это такое на первый взгляд, что кажется, если вот вы не знаете подоплеки, кажется, что вот все, да, то есть пошло опять мирное воссоединение, и уже ДПП, которое всегда стояло на позициях независимости, жесткой конфронтации, как следствие с Китаем, тут они вдруг решили переговоры учинить. И почему-то вот используют ни Цзиньпин, ни послов, ни министра иностранных дел Джозефа Ауа, а Морриса Джана. То есть это все очень важные подробности, хотя, казалось бы, встреча там чуть ли не на ногах, они быстро отошли в кабинет, о чем-то переговорили и так далее. Ну и сама, значит, президент, значит, Цзиньпин, она провела, значит, Морриса Джана, значит, как сказать, последний путь, провела его в комнату для переговоров, соответственно. И потом непонятно, какие были итоги переговоров, ну, Морриса Джана спросили, что он хотел, он сказал, что он поздравил Цзиньпина с 20-м съездом. То есть это еще более как бы странная деталь, то есть что это получается на поклон, признаем, что вот это вот очень важная деталь, что если вы хотите лояльно с Цзиньпином коммуникацию выстроить, вы должны его поздравить с победой, по сути дела, на 20-м съезде. Мы знаем, что на 20-м съезде фактически Цзиньпин избавился от, значит, проамериканской оппозиции, ну, самой такой радикальной. Понятно, что есть сторонники связи из Шанхайского региона, США и так далее, но самые радикальные, они ушли. Ну и, соответственно, эти же люди, комсомольцы, это же были и, значит, неявные сторонники какие-то тайваньской независимости, потому что они сквозь пальцы смотрели, как растет этот ДПП, никаких препятствий этой партии не устраивали, то есть никаких мер не предпринимали против появления этого ДПП, хотя влияние Китая на Тайвань колоссальное, они могли бы это сделать. То есть ушли еще и сторонники независимости Тайваня по итогам 20-го съезда, и Моррис Джанту вдруг поздравляют. Ну что, все, получается, значит, ДПП сдулась, независимость объявлять не будут. Ну, возможно, да, то есть как предположить, что такое. Но можно предположить и другое, то, что мы понимаем, что вопрос о микрочипах производства, да, китайских, это вопрос еще и не просто китайский или тайваньский, или китайско-американский, это мировой вопрос. То есть представьте, что вдруг действительно блокада, хотя бы даже блокада, не обязательно, что разбомбили этот завод, значит, их несколько, они находятся сосредоточены рядом с Тайбэем, Тайнань, значит, и Гаосюн, там вот три центра на Тайване в центре, и на севере, и на юге находятся эти производства. Даже если их не разбомбили, а просто закрыли. То есть мир на какой-то период резко лишается микрочипов. И те, которые остались произведенные до, вот эти поставки, они резко дорожают, причем дорожают в несколько раз одновременно, как газ на спотовых рынках, да. То есть три, четыре, может быть, до десяти раз доходить в кризисные периоды, потому что, ну, надо производить дальше и автомобили, и бытовую технику, и гаджеты. Мир не может без этого уже жить. Это неотъемлемая часть производственного процесса. Ну и, грубо говоря, как и с газом, дорожает вообще все вокруг. Все вокруг, да, абсолютно, конечно. И все автоматически, все, что вокруг, условно, там, вот мы сейчас в студии сидим, от камер и, там, условно, и телефонов до автобусов, и до всего чего угодно. Вплоть до того, что микрочипы же есть и в локомотивах поездов, и все, весь товарный, и все начинает дорожать. То есть это всплеск инфляции. Соответственно, это вопрос международного характера. Что будет с китайскими микрочипами? И многие наблюдатели, ну, вот такой логикой, достаточно прямой, но она в целом, крупным планом, она такая и есть. Говорят, что Китай не будет воевать с Тайванем, в том числе и потому, что микрочипы не будет. И это проблема для всего мира. Если бы нефть вдруг не стала, да, на неделю, на три недели. То есть это вот, что на Тайвань так или иначе завязано 94% всех цепочек производств микрочипов. Не 94% микрочипов, но так или иначе он участвует почти во всех производственных цепочках мировых. То есть это очень серьезный шок. Хотя мы знаем, что микрочипы производят и в Южной Корее, и в Японии. Там уж точно наживутся вот на этом, на всем кризисе. Это понятно, но тем не менее. И поэтому это вопрос международный. И люди говорят, что действительно, ну, наблюдатели, и даже не там, условно, далекие от Китая, что это невозможно. Но мы видим, что, например, такая менее масштабная ситуация была на Украине по зерну. Зерно тоже на Украине. Для многих стран, как оказалось, да, что Украина – это страна, в первую очередь, экспортер зерна, для многих стран это оказалось очень чувствительным. Особенно для Африки, для Ближнего Востока и для Китая. Потому что для Китая, например, Украина была номер один по поставке кукурузы, да, там и так далее. Ну, Китай больше гораздо потребляет кукурузу, чем в России. И использует ее чаще, чем в России. То есть, тем не менее, операция СВО не привела к тому, что зерно полностью исчезло. То есть, были созданы каналы и вывозы, и так далее, и тому подобное. И здесь тоже может быть не только путь к примирению между ДПП и Сидзинпином, оно невозможно, потому что это коренной вопрос для Сидзинпина. Ну, и к тому, чтобы найти по вот этому вопросу микрочипов какое-то приемлемое решение. То есть, понять ту сторону, что она хочет сделать, и дать сигнал другой стороне. Например, Сидзинпин мог бы дать сигнал Морису Джану, что все равно производство не будет уничтожено. Что, значит, будут созданы каналы для вывоза этих микрочипов. И вывоза оборудования, которое производит микрочип. Потому что спустя буквально сутки, об этом мы писали в телеграм-канале, если я не ошибаюсь, в моем. Спустя сутки после встречи с Сидзинпином, Морис Джан торжественно погрузил, присутствовал на мероприятии по торжественной погрузке оборудования в Аризону. По производству микрочипов с технологическим процессом 3 нанометра. То есть, это передовые микрочипы. То есть, по большому счету, речь идет о том, что на Тайване принята программа постепенная по выводу какой-то критической части производства в США. Это и Техас, это Аризона, другие штаты и так далее. То есть, это постепенно эта компания становится американской. 700 страниц уникальной информации о современном Китае. Сотни полных биографий действующих китайских политиков. Как выстраивается союз России и Китая. Почему Сидзиньпин развернул страну от США к России. Каково место Москвы в стратегии достижения глобального лидерства Пекина. Сложится ли большая двойка, как новый центр многополярного мира. Все это в книге Николая Вавилова «Китайская власть». Ссылка на книгу в описании ролика. Это намекает на то, что для Тайваня еще ничего не решено. В том плане, что вот все, теперь никто ничего, никаких операций проводить не будет. Ну, Тайвань, скажем так, война на Тайване, она будет, как я и говорил многократно в наших с вами передачах, она будет носить и санкции против Китая, тоже кластерный характер. Они, так же, как и Россия, поставляла титан в Соединенные Штаты, удобрения и так далее. От этого никто не отказался и так далее. То есть, нынешняя структура внешней политики и экономики предполагает и информационного поля, предполагает то, что война или боевые действия не исключают продолжение каких-то производственных процессов полностью. Хотя ставят определенные политические задачи, но стороны пытаются какие-то вот эти острые углы обойти. Хотя, сказал, для, например, века бы, 19-го или 20-го, это было бы очень странно. Потому что мы до сих пор пытаемся понятие 20-го века применить, когда тотальная война идет, тотальный отказ от экономических отношений. Сейчас все не так, все переплетено из-за глобализации. И война поэтому носит зачастую кластерный, не гибридный, а кластерный характер. Здесь воюем, здесь не воюем. Здесь воюем до какого-то периода, до каких-то изменений условий и так далее. И тому подобное. То есть опыт российский или украинский показал, что и в плане удобрений, и зерна, что все эти вопросы решаемы. Более того, для Си Цзиньпина чипы могут играть в предмет давления или, скажем так, на ту сторону. Вы хотите, чтобы микрочипы вывозили? Потому что Китай это создает постепенно свое микрочиповое производство. Да, это не самые совершенные технологические процессы, но чтобы бытовые свои нужды удовлетворить, он в принципе справляется. Помним, что в мае 2020 года был микрочиповый кризис в Китае. Резкая автомобильная промышленность просела, не было чипов, чтобы их произойти. В течение, поменяли министра, кстати, промышленности информатизации. В течение года полутора вот острый вот этот вот болевой шок его сняли. То есть фактически Китай что-то сделал и решил как-то эту проблему. То есть для него эта проблема отсутствия микрочипов из Тайваня, да, носит неприятный характер. Так же, как и блокада микрочиповая со стороны США, когда китайцы не могут покупать определенные компоненты у своих контрагентов Соединенных Штатов. Да, это неприятно, но это не смертельно. И тайваньские микрочипы могут как раз дополнительно иметь козырь, качество козыря быть для использования Си Цзиньпина. Если вы хотите поставки, тогда договаривайтесь со мной о определенных условиях, возможно, мирных условиях. Потому что, вы знаете, в отличие от России, которая действует внезапно во многом, да, то есть потому что СВО было до последнего дня, все думают, что это будет 22-23 февраля. Вот президент принял свое собственное решение 24 февраля и началась вот эта операция. Китай наоборот. В Китае все известно очень сильно заранее. Мы с вами об этом постоянно говорили. Вот в 2018 год, казалось бы, далекий уже, 4 года назад, реформа структуры правительства Китая. Появляется Министерство военных пенсионеров. Но целое министерство, это не отдельный департамент состава Министерства обороны, да, то есть его выводят за скобки. А чем оно занимается, да, до конца непонятно. То есть устройство, трудоустройство и какая-то аккумуляция тех военнослужащих, которые имеют боевой опыт, да. А мы понимаем, что, ну, да, или просто прошедших, значит, службу в Нуак. Но обычно служба в Нуак для большинства, либо это карьерный рост, то есть вот рядовой послужил, дальше он находится в структурах Нуак, получает довольствие денежное, как офицер. Либо если он не продолжает эту службу, он идет в полицию, как и везде, да, он идет со своим опытом, там, ну, неважно, в ЧОПы, там, и так далее. То есть вот такой проблемы, как таковой, для Нуак не существует, чтобы куда будут устроить огромное количество людей, прошедших военную службу. Но если мы предполагаем, что это министерство для войны создается, что будет много тех, кто пройдет через эту военную службу, и это будет реально социальная проблема, первое. А военные эксперты говорят, что, скорее всего, это ведомство, которое легализует работу с добровольцами, которые пойдут на фронт. То есть вот люди вот отслужили, они стоят на учете. Да, я хочу получать деньги и воевать за освобождение Тайваня. И вот это министерство, оно создает инфраструктуру административную для решения вот этих вот вопросов. Если это мы предполагаем, да, тогда это министерство нужно именно в ранге министерства, которое бы могло бы, значит, работать с другими министерствами в рамках рабочих групп на одном уровне, а не через голову министра обороны. То есть это очень серьезно, организационно усложняет работу, как вот среди именно принятия бюрократических решений. Вот тогда, да, оно создано в 2018 году, 4 года назад. То есть если мы предполагаем, что боевые действия будут на Тайване, они обязательно будут, да, то эта встреча, она носит непримирительный характер, а, скажем так, попытка сохранить эти производства, сохранить канал вывоза этих микрочипов. Возможно, вплоть до того, что будет какая-то негласная рабочая группа, которая будет там, условно, суда с микрочипами или самолеты, поскольку это тоже авиатранспорт, значит, маркировать отдельным воздушным коридором, что вот мы оставим для вас в рамках блокады, вы помните эту карту блокады Тайваня, мы оставим вам коридор, вы будете по нему вывозить, да. Значит, за это нам то, вам то и так далее и тому подобное. То есть вот, вот, то есть само по себе дальше, хоть и Тайвань маленький, но все эти известные, где находится высокотехнологичное производство, и по ним никто не будет наносить удар специально, да. Значит, либо если это условия сделки нарушатся, да, то в ним начнут нанеситься удары. То есть вот это вот идет уже начало переговорного процесса между Тайванем и Китаем. Как это будет? Это выглядит странно, как бы, да, между двумя воюющими сторонами, но в условиях того, что вот эта буря неизбежна, она двигается, она очевидна. И вот встреча министра обороны в Айфенхе с Ллойдом Остином, значит, вообще это, по-моему, первая встреча. Там Ллойд Остин два года уже министра обороны, ну что, неужели не было возможности куда-то прилететь? Но это уже очень очевидный факт, он бросается в глаза. И на этой встрече в Айфенхе опять говорит, для нас Тайвань является, значит, одной им ключевым интересом. Мы от него не откажемся, да, то есть Китай настаивает на своей позиции. США пытается хорошую мину при плохой игре изобразить, что якобы вот мы контакты продолжаем, но о чем-то договориться у них не получается. Мы понимаем, что пока Сидзин Пин у власти и пока у власти, значит, Джо Байден никакого диалога не будет. Но даже если придут республиканцы, Рон Ди Сантис или Трамп или неважно кто в 2024 году, да, вероятность того, что они просто сдадут Тайвань у американцев повышается, как они вот пытались выйти из Афганистана еще при Трампе. Но это не значит, что откажутся Соединенные Штаты от плана вообще глобальной конфронтации с Китаем. То есть у Китая и Соединенных Штатов нету того переговорного процесса или тех переговорных акторов, которые бы позволили бы им как-то вот делить мир. И они не сходятся по ключевому вопросу. То есть Китай ставит вопрос таким образом, что мы хотим равных отношений с Соединенными Штатами. А это де-факто автоматически означает то, что Китай будет доминировать в Восточной Азии. То есть он просто просит у Соединенных Штатов, друзья, уходите из Восточной Азии, мы здесь будем гегемонами, и тогда наши противоречия закончатся, мы будем дальше торговать, все остальное. Но что такое уход Соединенных Штатов из Восточной Азии, из Японии, из Южной Кореи, из Тайвани, Филиппин и так далее? Китай часто воспринимает Соединенные Штаты как вот страну, которая построила свое величие только на... Ну, в основном фокус внимания на Европу, на контроль над Европой. Но это не совсем так. Так, это страна, которая построила свое величие одновременно и контроли в Восточной Азии, и над Европой. И причем неизвестно, где они больше сосредоточены их интереса, потому что группировка в Европе, пусть меня поправят специалисты, она меньше, чем группировка вооруженных сил в Восточной Азии, что само по себе очень о многом говорит. То есть, США, их китайцы просят мирным способом отказаться от своей идеи, своего пакс-американа. Но мы понимаем, что это невозможно. Да, если США пройдет через какие-то события типа гражданской войны, и там образуется Калифорнийская Китайская Республика, например, Техасская Мексиканская Республика и так далее, это будет союз независимых государств на территории Северной Америки, СНГ 2.0. Вот такое государство, да, оно может сказать, да, мы забыли про то, что Филиппины были нашей колонией, Тайвань де-факто был нашей колонией, выводим войска, как Горбачев какой-нибудь американский из Японии. Вот тогда да, тогда они договорятся. Но на данном этапе, пока США еще уцепляется своими, пусть и одрехлевшими когтями в свое мировое величие, это невозможно. И переговоры ведутся только о том, как бы в рамках этого конфликта не допустить, например, использования ядерного оружия. И тем более стратегического ядерного оружия. Потому что вы понимаете, что вот Северная Корея, которая является де-факто таким специфичным, но союзником Китая, она в любой момент может, например, использовать это, уже показало, что она способна, значит, на околоземную орбиту выводить баллистическую ракету, Хвасон, да. Значит, она способна долететь до Соединенных Штатов. То есть идея применения стратегического оружия, она ее не муссирует нигде. Но она, очевидно, она вообще витает в воздухе. Поэтому это очень важно, значит, договориться о том, как будет, хотя бы издалека, хотя бы, чтобы стороны понимали, каким образом будет проходить эта операция. Ну и удар по микрочипам, чтобы эта цена не взлетела в сто раз, хотя бы там в три-четыре раза. Вот это было важно. Поэтому вот эта встреча с Моррисом Джаном, с одной стороны, я просто резюмирую, кажется, что как будто вот идет какое-то примирение, вот сейчас Сиз Байдена встретился, у нас Камала Харрис, потом Вейфен Хэй с Ллойдом Оссиным встретился, а вот сейчас Сизин Пин, значит, с Моррисом Джаном. И все, они договорились больше не воевать и мирно, значит, разойтись нет. Скорее всего, это вот попытка издалека прощупать контролируемый процесс создания вот этого зеленого коридора для микрочипов. 700 страниц уникальной информации о современном Китае, сотни полных биографий действующих китайских политиков, как выстраивается союз России и Китая, почему Си Цзинь Пин развернул страну от США к России, каково место Москвы в стратегии достижения глобального лидерства Пекина, сложится ли большая двойка как новый центр многополярного мира. Все это в книге Николая Вавилова «Китайская власть». Ссылка на книгу в описании ролика. А вот если заканчивать вот эту тему с микрочипами, вот пока вы говорили, у меня возникла такая вот идея, такое предположение. Вот сейчас США руками Украины бьют по Запорожской атомной электростанции, чтобы вот мир увидел, что какая плохая Россия, ядерная катастрофа. Вот теперь смотрите, почему мы выделяем столько денег Украине. Потому что, возможно, ядерная катастрофа. Не может ли быть такое же на Тайване, что не китайцы будут по этим фабрикам микрочипов бить, а сами там тайваньцы или американцы руками тайваньцев, чтобы вот тоже показать миру, посмотрите, почему мы выделяем туда деньги, а не там на программы социального страхования какие-нибудь внутренние. Потому что сейчас вот китайцы злые придут, все фабрики чипов разбомбят, и все, все без чипов останем. Ну да, вы правы, но вы только вот немножко, скажем так, вы были в правильном направлении, а потом сместились к микрочипам. Зачем вы ушли от атомных электростанций? В Тайване тоже несколько законсервированных атомных электростанций. Там тоже есть хранилище отработанного ядерного топлива. То есть могут случайно снаряды или какие-то взрывные устройства оказаться там. То есть вот эта история может повториться, которая сейчас в ЗАЭС повторяется, причем в отличие от ЗАЭС и от Украины. Украина это была крупнейшей страной Европы, то есть достаточно обширная территория Тайвань. Это полтора Крыма. И на территории полутора Крымов находятся там, по-моему, если не ошибаюсь, четыре законсервированной атомной станции. То есть гораздо проблема, гораздо будет более выпуклой вот этими атомными электростанциями. Ну и действительно, по самим собственным микрочипам Тайваньцы их уничтожать не будут. Только с целью, например, прикрытия каких-нибудь, ну, якобы, ну, не знаю, махинаций с объемом вывоза и так далее. Потому что, ну, вы знаете, мы просто, наши зрители мало знают про Тайвань. Но Тайваньцы – это из тайваньцы, гонконгцы в Китае, да, и, значит, жители Макао, да, вот эти вот территории, которые вышли из состава Китая, но там живут китайцы. Это еще большие бизнесмены, это еще большие торговцы, нежели чем сами китайцы. То есть это, в принципе, Тайвань – это такое торговое государство, по большому счету. Государство высоких технологий и торговцев, производственников и так далее. Поэтому от них, конечно, ожидать вот этих вот всех трюков, именно переговорных, и именно с целью, значит, получить какую-то выгоду – это тоже не исключено. Более того, тайваньцы, их общество, ну, можно написать тремя такими, ну, может быть, четырьмя группами, да, крупными. То есть это выходцы из материка во время бегства Чанкайши – это такая вот белая гвардия, сбежавшая на остров Тайвань, да. Значит, там и очень, значит, высокопоставленная китайская элита, республиканская, и, значит, бизнесмены крупные, которые имели связи со всем миром, да, с 911, Синьхайской революцией, да, которыми от лица Китая выстраивали отношения. Это примерно где-то треть общества. Примерно порядка там 60% – это коренное население Тайваня, на чем и стоится вот эта политика ДПП, о независимости, что мы тайваньцы, мы не вот те китайцы, что у них очень сильно различаются диалекты. И тайваньский диалект – это диалект Миннань, на нем еще говорят, значит, в соседней провинции Фудзянь, который долго руководил Си Цзиньпин, он самый отличающийся от северной нормы языка, то есть его вообще никто не понимает, даже не кантонский диалект, что всем большинству известно, кто Китаем интересовался, а именно фудзянский. Значит, Миннань – самый отличающийся. И есть группа населения Хака, это такие, их по-китайски записывают, ну, как пришлые люди, Кэдзя, это так звучит Хакка на Путунхуа, на северном диалекте, гости, дословно, да, то есть это безземельные китайцы, которые занимаются в основном торговлей, ремеслами, банковской сферой и так далее. Вот их очень много в провинции Гуандун, в Сингапуре. И руководитель, например, нынешний ДПП и президент Саин Вэнь, она Хакка. А это люди без дома. И они в Лондоне их очень много, в Малайзии их очень много. То есть, грубо говоря, у них национальная идентичность – это такие китайские пираты, которые вот в Сингапуре их много, в Юго-Восточной Азии. То есть, например, для Хака, например, ну, понятно, что так грубо, в очень грубой форме, им идея поменять прописку, например, на Калифорнию, примерно на Австралию, и переехать туда с производствами, им гораздо легче воспринимается в случае вторжения, нежели чем коренным жителям. Потому что китайцы – это более немножко по-другому. Это ориентированные на дом, на какой-то семейный уклад, на постоянное сохранение преемственности с предками. И причем предки – это же всегда и могила. То есть, это нахождение на той земле, где похоронены твои предки и так далее. То есть, это немножко Хака – это противоположное коренным китайцам, материкам. Есть еще маленькая группа, просто не стоит упомянуть, это малые горные народы, Тайвань, там разные. Ну, то есть, вот эта состав структуры тайваньского общества, она предполагает, что вот нынешние руководители ДПП, у них все-таки сознание такое, более, я бы сказал, знаете, как есть ликвиды, соли, такие подходы к жизни, вот у них более такое, скажем, готовое к перемещениям, значит, сознание. И они готовы, конечно, мне кажется, на разные типы и авантюры, которые им предложат Соединенные Штаты. Здесь вопрос только в цене. Ну и напоследок хотелось бы поговорить о теме, которую сейчас активно обсуждают практически все мировые СМИ. Одно за одним издание пишет об этом. Сначала «Бизнес Инсайдер» об этом написали, потом «Гардиан». О том, что вот эта вся история с запретом на российскую нефть, запретом на российский газ, привел к тому, что Европа вроде бы от российского-то пытается отказаться, хотя и то не до конца, все равно там серые схемы находят сами. Но в то же время все пришло к тому, что те поставщики, которые, допустим, жиженный природный газ тот же возят, они переориентируются все равно на Китай. То есть они, несмотря на то, что Европа там цены задирает, готовы платить больше, потому что действительно нехватка, они все равно не везут в Европу. Вот сейчас тот же Катар, он везет свой жиженный природный газ в Азию. Другие государства, другие компании тоже везут в Азию, несмотря на то, что в Европе дикая нехватка. Вот как Европа будет с этим бороться и возможно ли тут уже что-то сделать? И почему вот все-таки Азия для всех этих государств приоритетный рынок? Да, это тревожный сигнал для Европы, что производители энергии, энергетические крупные игроки, они видят будущее в Китае. То есть арабские страны по целому ряду каких-то показателей для себя делают выводы, что деиндустриализация Европы продолжится. Ее способность, скажем так, покупать чей-то газ или, скажем так, энергетическая независимость Европы стремится к нулю. Она становится зависимой от Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, вот этих вот англосаксонских государств, этого ядра зависимой территории. То есть это первый вывод, который делают арабы, и на основании этих выводов они более склонны заключать долгосрочные контракты с Китаем. Ну, второй момент, почему они это делают, это логистика. И третий момент, это то, что Китай все-таки более индустриализован, индустриальная до сих пор держава. Почему? Потому что где-то там порядка 40-60% ВВП все-таки аккумулируется в Китае промышленностью, а не сфера услуг, которая так или иначе нуждается в долгосрочной поставках, в том числе жирного газа. При этом арабские страны видят более сбалансированный энергетический подход Китая. То есть вот фактор зеленых, которые готовы вообще просто перейти на ветер, значит, энергию там приливов и отливов и биомассу, значит, он меньше в Китае. То есть вот оголтелых энергетических радикалов в Китае гораздо меньше, и Си Цзиньпин не проводит такую политику. Хотя внешне он часто соглашается с целями устойчивого развития, необходимости делать экономику более зеленой. Но в целом все понимают, что в Китае не готов от... И газификация Китая есть планы. Китай стал самым крупным покупателем жиженного газа, в том числе обогнав Японию. Последнее время. То есть Азия больше любит газ, получается. И здесь они видят долгосрочного какого-то игрока, именно Китай. Но здесь важен еще какой момент. То, что в этой вопросе не подняли этот момент, но сейчас в прессе разгоняется, особенно в западной, то, что Китай, скажем так, сократил свою покупку нефти по ВСТО, значит, по Восточно-Сибирь и Тихий океан, за то, что он ожидает введения потолка цен на российскую нефть. Значит, и нефть будет покупаться за 60-70 долларов, поэтому вот китайцы такие, вот опять, значит, китайцы нас обманули, они такие себе союзники. Китайцы всегда покупали нефть за ту цену, которую им предлагают. То есть они не могут отказаться от объема нефти. Ну, правда, будет спад производства, если будет в Китае, то будет спад и поставок российской нефти. Но говорить о том, что полностью сейчас ВСТО, во-первых, отказались от покупок, этого нет. Большинство покупок нефти идет не по контрактам на текущую цену, а, значит, долгосрочным контрактам с определенной фиксированной ценой. То есть большей части объема поставок российской нефти не угрожает. Но если вы помните, ВСТО, она идет не только, значит, континентальным способом в провинции Хриландия, но она идет еще и в портовую инфраструктуру Приморского края. То есть там тоже были закупки танкерного способа, которые были китайские. Вот частные покупатели такой нефти, они, да, могли ожидать какого-то отказа, ну, скажем, понижения стоимости цены. То есть их это могло напрячь, и они могли сделать паузу. Но, опять же, Блумберг, он часто спекулирует и манипулирует информацией, то есть он не говорит, в каких объемах, сколько это было. Потом вспомним ситуацию в начале года, что тот же Блумберг рассказывал, что вот китайцы боятся, опять же, без цифр, без всего, значит, китайцы боятся покупать российскую нефть, потому что скоро ее, значит, сделают политически токсичной, да, вот и ожидалось решение сегодняшнего. Никто не испугался. Объемы закупок нефти растут. Сейчас может быть снижение закупок. Почему? Потому что в целом китайская экономика может терпеть определенные проблемы, значит, испытывать проблемы просто сокращения производства. Но это отразится на всех объемах покупок нефти, не только российской. То есть вот здесь такая, опять же, игра манипуляции Блумбергом со стороны, значит, каких-то китайских покупателей, не только государственные. Если не государственные, в СТО нефть идет не только континентальным путем, но и на море. Вот эта часть могла быть затронута, да, но это не значит, что это политика Китая. Я думаю, что не исключено, что просто мы в следующем месяце увидим объем статистики покупки нефти, и он будет примерно такой же, плюс-минус, даже плюс может быть, да, к нынешнему году. Ну, на самом деле, к вбросам западных СМИ про Россию мы уже привыкли, то у нас там ракеты кончаются на следующий день, самые масштабные удары по инфраструктуре, то вот нефть китайцы боятся закупать, а на следующий месяц мы видим, что выросла опять эта цифра. Ну и напоследок, вот действительно, если говорить о будущем российско-китайского энергетического партнерства, вот насколько важен проект газопровода, который сейчас обсуждается опять очень активно, и уже проектная документация готовится, вот насколько увеличится объем поставок, если этот проект будет реализован? А вот по поводу газа, то стоит договорить, что и статистика по газу, тоже управлением таможенным, главным таможенным управлением КНР тоже опубликована, она есть в телеграм-канале Никитая Николая Вавилов, и, соответственно, там увеличение кажется в два с половиной раза больше по стоимости поставок. Значит, сейчас Россия примерно близка к тому, чтобы выйти на поставки 20 миллиардов тонн, 20 миллиардов кубометров ежегодно, и мы должны понимать, что Туркмения поставляет в два раза больше газа, то есть пока Туркмения, страны Средней Азии, в первую очередь, конечно, Казахстан, по которому вся трубопроводная сеть идет, поскольку там нет гор, по той части Казахстана, где нет гор, идет система трубопроводов, для Китая очень важен. То есть в плане энергетической безопасности Россия и страны Средней Азии сопоставимы для Китая в случае начала тайваньской операции. То есть здесь Россия должна это понимать, этот фактор учитывать и не думать, не изознаваться, что мы единственные поставщики. Но учитывая ту турбулентность, которая существует в Казахстане, есть такой вариант, что Россия станет чуть ли не единственным поставщиком газа и нефти по сухопутным способам в Китае, а это уже меняет на качественный уровень другое отношение между Россией и Китаем. Но пока что это не так, да, и надеюсь, что в Казахстане все будет в порядке. Вот сейчас произошли выборы, значит, очередные досрочные выборы президента, избраны на 7 лет, ну, дай бог, чтобы то, что запланировано, так и осталось. Значит, но по поводу дополнительного строительства, опять же, риски дестабилизации в Тайваньском проливе, а мы знаем, что сжиженный природный газ, он везется в Китай в основном морским способом. Если его не станет, тогда останется только обычный газ. И газ – это не только топливо, это еще и продукция, это основа химической промышленности, в том числе для производства очень важных разных, значит, материалов. То есть и Китай себе купирует риски и заинтересован в покупке газа по силе Сибири и по строительству газопровода через Монголию и дополнительных газопроводов и по территории Хабаровского края и Сахалина. То есть мы об этом всем речь ведем. То есть это, опять же, выгодно и России, которая купирует свои риски на европейском направлении, которое сейчас проблемным оказалось из-за действий Соединенных Штатов и внутренних, значит, проамериканских лоббистских сил в лице зеленых, значит, и выгодно Китай. То есть в данном случае, я думаю, что даже по мере усиления геополитической конфронтации в Тайваньском проливе вот эти сроки будут ускоряться строительство, ввода в эксплуатацию этих газопроводов. Но они, опять же, повторюсь, для Китая носят критическую важность. Потому что то событие в январе 22-го года Казахстана показали, что фактически Россия является, ну, еще раз повторюсь, единственным поставщиком безопасным в Китае. И Россия тоже должна делать выводы, что речь не просто о поставках, значит, энергетических или о бизнесе, или о какой-то, значит, коммерциализации коммерческой стране. Это газопроводство является фактически такой артерией жизни для Китая, теоретически. Потому что, предположим, что Россия бы не ввела бы войска ОДКБ в Казахстан и не стабилизировала бы там ситуацию. В первую очередь, весь Южный Казахстан, Алмата, стала бы центром нового какого-нибудь Вилоэта или там Эмирата террористического. И его основная цель была бы, значит, закрыть, значит, захватить те области, которые приграничены с Узбекистаном, с Китаем и так далее. Именно по ним проходят трубопроводы из Туркмении, из Узбекистана и из самого Казахстана. То есть, одномоментно бы Китай бы лишился 40 миллиардов кубометров в год газа, да. Значит, а это порядка больше 10% собственного потребления Китая. И Китай был бы вынужден больше закупать бы СПГ из Европы, из Соединенных Штатов. То есть, та же самая, видим, украинская модель, она бы сработала и в отношении Китая. Поэтому вопрос о Газпроме, его работе, вопрос о газопроводе Силосибири, Силосибирь-2, Восток и Сахалин – это вопрос вообще выживания Китая и сохранения суверенной политики Си Цзиньпина. Поэтому здесь, конечно, не надо недооценивать вообще и риски, которые с работой этого газопровода связаны и так далее. То есть, это нужно учитывать и закладывать многократное повышение риска работы этих газопроводов. Си Цзиньпин Как 20 лет назад вирус SARS повлиял на смену власти в Китае? И почему эти события повторяются сегодня? Какова судьба организаторов локдаунов 2020-х годов? 100 лет противостояния армейской элиты и проамериканской группы комсомола в Китае. Тянь-Ань-Мэнь и первая попытка цветной революции в Китае. К чему ведет страну выходец из армии Си Цзиньпин? Какова реальная политическая и экономическая система Китая? Представляет ли китайская нация единый этнос? И как политическая теория о субэтнических элитах раскрывает скрытый механизм политической борьбы в Китае? Как региональные элиты определяют внутреннюю и внешнюю политику Китая? Как Китай воспользуется крымским сценарием, чтобы вернуть Тайвань? И почему Тайвань – это первый шаг к глобальному господству Китая? Важнейшие проблемы роста китайской экономики. Что мешает Китаю стать мировой державой? И выдержит ли он глобальный экономический конфликт с США? Новая конституция КНР. Сможет ли правление Си Цзиньпина продлиться на следующие 15 лет? И как изменятся российско-китайские отношения за этот срок? 700 страниц уникальной информации о современном Китае, не имеющей аналогов в мире. Сотни полных биографий действующих китайских политиков, в которых структура действующей власти переплетается с их принадлежностью к политическим группировкам. Все это в книге Николая Вавилова «Китайская власть» – бестселлере, ставшим практическим пособием для руководителей России и ряда зарубежных стран. «Китайская власть» – лучший подарок руководителям системы государственной власти, крупным предпринимателям, нынешним и будущим, а также всем интересующимся объективной информацией о возвышающемся новом центре многополярного мира. Ссылка на книгу в описании ролика.